В загородных оздоровительных лагерях Приморья началась вторая смена. Очередная группа фокинских школьников отправилась на отдых в посёлок Преображение Лазовского района. 20 детей из малообеспеченных семей бесплатно отдохнут в профильном лагере «Юный рыбак». Путёвки для летнего отдыха ребятам предоставлены Департаментом труда и социального развития Приморского края. Чудесная летняя пора продолжается. Юные фокинцы проводят свои каникулы не только на пришкольных площадках, но и уезжают на отдых в загородные оздоровительные и профильные лагеря. Утром 25 июня на площади у дома офицера флота было многолюдно. Родители и представители отдела социальной защиты населения провожали детей в лагерь «Юный рыбак». Путёвки для летнего отдыха детям из малообеспеченных семей предоставили бесплатно за счёт средств краевого бюджета. Путёвки стоят в профильный лагерь в районе 11 тысяч, а в загородные оздоровительные – 16 тысяч. В оздоровительном лагере 21 день, а в профильных по 14 дней. Из-за этого такая цена. Цена достаточно высокая, не каждым гражданам по карману, но за счёт бюджета края мы предоставляем такую услугу. Это уже вторая группа ребятишек, которые отправились в загородный лагерь по социальным путёвкам. 20 детей из Фокина и Дуная сейчас отдыхают в оздоровительном лагере «Наши гости три» в посёлке Лозовом. Пробудут там ребята 21 день и вернутся 30 июня. Второй заезд также организован для 20 человек, однако на этот раз мальчишки и девчонки впервые отправились в профильный лагерь «Юный рыбак». Находится он в посёлке Преображение Лозовского района. Здесь с ребятами будет работать профессиональный педагогический коллектив, задача которого – сделать отдых детей интересным, активным и познавательным. Конкурсы и викторины, спортивные мероприятия, дискотеки, походы и посиделки у костра. В лагере можно научиться бисероплетению и оригами, шитью и рисованию, заниматься в спортивных секциях и в студии вокального мастерства. Возраст от 8 до 15 лет. Ребятишки уже набраны, которые хотят отдыхать, которые желают отдыхать. Я думаю, что для них это съездить на 14 дней, посмотреть, погулять, по программе поработать. Это здорово просто. Ближайшие две недели пройдут для юных оккинсов в атмосфере творчества и дружбы. Для ребят это настоящий подарок. В лагере они смогут насладиться летним отдыхом сполна и найти новых друзей. Поэтому сейчас дети полны надежд и планов. Многие из них едут в лагерь уже не в первый раз. Я не первый раз езжу уже. Мы всегда долго ждали, чтобы поехать в лагерь. Вместе? Вместе. Ну, это лучше, чем, наверное, где-то здесь в городе лето проводить. Да, очень хорошо. Я уже седьмой раз еду. Я очень хотела поехать в этот лагерь. Мечтала далеко-далеко. Везде хотела побывать. Вот и побываю. Родители же дают своим чадам последние наставления и надеются, что их дети вернутся из лагеря с массой положительных впечатлений и наберутся сил. У меня первый раз. Мне с сыном предложили преображение в лазу. Лагерь. И я очень переживаю, конечно. И он переживает. Но он согласился, сказал, что я хочу мама. Я сама была два раза в лагерь. Ну, не здесь, в Ростовской области. Поэтому в Крыму была. Поэтому я думаю, ребенок мой согласится. Согласился и хочет ехать. Да, сынок? Конечно, волнуюсь. Ездим мы не первый раз. Мы с 7 лет каждый год везде побывали. Всегда, если предлагают новое место в лагерь, мы едем в новое место. Счастливый, довольный. Много друзей находит. Общаются они по интернету. Довольный очень. В общем, вы рады, да, что существует такая программа, которая помогает? Очень, очень рада. Побольше бы таких программ. Не только лагерей, еще какие-нибудь бы. Очень здорово. Помогает. И родители отдыхают. Всего же этим летом в загородных лагерях смогут отдохнуть 145 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Следующие смены стартуют 3 и 25 июля, а также 9 августа. Помимо всего прочего, осенью отдохнуть и поправить свое здоровье смогут еще 18 фокинских ребятишек. Бесплатные путевки в оздоровительный лагерь санаторного типа «Владивосток» выделит Департамент труда и социального развития Приморского края. Пользуясь случаем, хочу пригласить родителей, состоящих у нас на учете, родителей, у которых дети часто болеющие, так называемые. Либо дети-инвалиды, либо часто болеющие, которые могут там поправить свое здоровье. Редактор субтитров А.Семкин